Иона есть такой фильм, поставили. Первое послание Иоанна. Так. Смотри. Смотри, ты можешь считать? 18 стих, 5 глава. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога, рождение свыше, не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя и лукавый, не прикасается к нему. Рожденный от Бога не грешит. Как это так? Не грешит. Он умышленно не делает, когда разъяснилось. Внезапно как-то он может подумать. Ты масло развела тут, Аннушка, ты виновата. Ему голову отрезали, ты знаешь это. Это видела? А? Да. Ну вот так. И в другом месте. А здесь он пишет, если не ошибаюсь, 3,18, кажется, 3 глава. Кто делает грех от дьявола? Потому что он сначала это грешил. Грешил от явился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола дьявола. Всякий рожденный от Бога не делает греха. Рождение свыше, все и туда. У тебя, это Иоанна, 3 глава, 9 стих. Православному это не подходит. Как так не грешить? Да мы все грешники. Мы не просто грешники, мы святые. Весь народ святой называется. Тебе, если это не понятно, я тебе покажу. Вчера ты королик поставил, посмотреть. Кто у нас святые? Обращается. Ко всем общинам. Павел называет только святые, избранные. А дальше, говорит, у вас такой блуд, которого даже в мире нету. Кто-то живет с мащихами вместе. Так святые или грешники? По благодати мы святые, а по жизни грешники. Мы одновременно. Почему? Потому что благодать мы увеличиваем больше и больше, доверяясь Богу. И поражаем грех его все меньше и меньше. Когда тебе кто что скажет, значит, ты не умерла. Ты первого шага в христианстве не сделал, человек. Я не о тебе говорю, иначе ты мне сейчас все смеешься. Смотри. Как, что делать? Господь сказал, три ступени. Первый, отвергнись себя, возьми крест, следуй за мной. А мы говорим, следуй за мной, западе. Какие западе, когда не отвергся себя, твое я мешает. И вот здесь, когда говорите, вот там-то тот, а тот-то сказал, этот сказал. Теперь уже ориентир не на кого-то держать, а на веренного мужа, который я не знаю, да он придет тут, да, ну что такое-то. Верен муж, и он будет мне командовать, он за бороду мою, вот, у него что, лишние руки? Не придет. У меня один тут был, и... Да я через забор, а я как раз запираю, у меня вот такой брусок здесь. Я говорю, а это к чем пахнет тебе? Мне главное тебя затащить сюда, я говорю, а тут я уже не... Ты залез сюда, а я через забор. Пожалуйста, я включил, и вижу, все фиксируется. Ты не отрещешься, и тогда не полезу. Ну и все, кончил. Он знать не знает, ничего не видел. Кто-то сказала, баба сказала, и он, ну что, сдурел мужик. Верующий, не верующий. И они температуру нам создают. Что это? Да какие ему после этого? Отвергнись себя. В моей жизни не было, и не будет никогда, чтобы я пришел, и муж сказал, а ты это не говори. Я ему сказал, обстановку обрисовал, а дальше уже награда пошла. Ты не знал, священник воевал против меня, а теперь обратился и прощения просит. Я говорю, давай договоримся дальше. Скажи, ты говорил это, когда ты в алтаре в это время был, но я не в алтаре говорил. Ну вообще, ты был священником? Ну да. И в алтаре стоял? Да. И руки поднимал, молился, чтобы причастие-то было нормально, ну, как положено. Ну да. Так почему же ты от Бога не получил ответ-то? Почему? Тебе жена пришла и сказала, теперь ты смирился перед женой, а не перед Богом. Зачем ты руки поднимаешь? Зачем в алтарь заходишь? Ты искренне приехал или нет сейчас сюда? Или только чтобы тебя не трогали, я буду молиться? Я? Я к примеру говорю. А то я по болезни еду сюда, у меня все дети отболит. И к примеру говорю, молитва. Вот. Да я по-прежнему молюсь. Я прошу Господи, чтобы нам не оказаться за воротами небесной отчизны. Чтобы мы все туда дошли. Это жизнь мгновения. Видимое временно, невидимое вечно. И у нас ничего нету плохого. Тем более, ну, человек у нас идет на операцию, ему надо вообще ни о чем не думать. Только одно. Как я предстану перед тобой? А если я не вернусь? И вот батюшка говорит, вот там у нас есть один человек потеряю. Не буду говорить. Такое несчастье у него было. Батюшка говорит, знаю, там у одной женщины сын задавился или что-то. Так она теперь, она от храма не отходит. А здесь наоборот, он в бешенство. В бешенство приходит. На меня ролик выставляет, он меня как только не клянет. Это человек. И выставляет в интернет. А я ему ни разу ни слова ни одного не сказал. Это бес, это демон, это сейчас, неделю назад только он говорил. Все потерял, абсолютно. А при его положении, такое случилось, которое вообще в литературе даже не встречается, ему бы надо только плакать и молиться. Он еще более ожесточенный. Этого бы не было, если потеряевки не были. Я никого не называю, и ты не называй. Но если тебе надо показать, я тебе покажу. Слова его, они у нас сохраняются. Это выставленное обозрение, а я не отвечаю. Только дело пустое. Я оглянулся, а о ком это говорят. Ко мне это не относится. Ко мне нет. Меня, я проверенный до десятого колена, когда меня судили. Потому что меня судили по санкции московского КГБ, не местного. Поэтому местные здесь старались. Так и здесь-то в КГБ они все ко мне расположены как. Они после этого приезжали. И еще, говорит, следователь у меня принял крещение трехкратным погружением. Следователь, который допрашивал. Начальник тюрьмы умер по-христиански. И полковник КГБ до конца переписывались, перезванивались. Согласитесь, говорит Игнать Тихонович, что и у нас, у вас дураков хватает. Когда вас арестовали второй раз, а он первый раз меня на машине приехал из тюрьмы, забрал и домой привез. Вот, я в Атере обещал, я выполнил, я привез вас. А я пришел и сказал им, кого вы арестовали, что он сделал, работникам своим. Но нужно было показать, что они работают. Работают. И у них, я один до Дальнего Востока, больше не было по этой статье никого. Поэтому, первое, отверглись себя. Ну, а как отвергнуться? Ученик спрашивает. Монах Авва называется. Он говорит, ты видишь, похоронили недавно. Ну да, богатый человек, конечно, в памяти какой сделан. Там ангел плачет, голубь лежит там. Ну иди и говори ему, самое плохое, что только можно. А он знает. А ты знаешь, кто это? Это прокурор, говорит, Крым. Он пришел, его начал костерить. Ты сколько людей, вдовы, ты оббирал их, такие решения выносил. Тебе в аду места мало. Ну, вы, все, сказал. Ну что, молчит. Теперь говори самое хорошее. Как вас прислали к нам с Москвы. Да ты такие знания имеешь. Да ты губернатор у нас был. Ты юрист. Цены тебе нету. То другое, то что молчит. Вот такой будь. Как Пушкин говорит. Хвалуй, хулу, приемля равнодушно и не оспаривай глупца. Поняла? И поэтому мы, христиане, отвергнись с себя. А другой не знает, как ответить. Он шапку, не шапку, а тюбейтейку, не тюбейтейку, а скуфейку снял. И вот так ногами на ней давай топтаться. Видел? Видел? Вот так растопщи самого себя. А потом, когда растопщишь, отвергнись с себя, возьми крест. Вот поношение, все с радостью. И ты должна Бога возблагодарить. Тебя Бог возлюбил. Я выбыл время. Я не пошел сегодня навстречу, где меня ждут. Пацану, я тебя ждал. И ты пришла, я тебе не звонил. Ты пришла только по молитве. Мы еще утром тебя поминали. Ночью сегодня молился. И ты сама проверь. Это что? Любовь. Любовь от Бога. И дальше следует за мной заповеди. Итак, ты должна, если ты понимаешь это, скажи, меня никак не задели. Нет, это мое я. А в жизни-то что было? Какая ты была? Где жила? Ты сама себе посадила. Какие дети? С кем общаешься? Кому ты продукты валишь-то? Когда не должна даже шагу туда сделать-то? Ревности нет никакой. И, Господи, да ты ничего-то мне это не сказал. Прости меня. Понимаешь? А каково мне было слушать? И чтобы убирать ролик, у меня нет. Первый ролик убрал. За 12 тысяч. Почему? Это сестра моя. А другие там просят. Да я не знаю. Это другое. Никаких. Все. И год гундит, и потом отошел. Ты сестра моя. Это первый человек, которому я убрал. Я думаю, придет время. И когда мы встретимся, я ей скажу, чтобы попросила. Ты сама должна догадаться. Ролик хороший. Я тебе разговор. Я не знал, о чем она будет говорить. Я ее оставляю на память. У нее она молитвенница. Она где-то не... Она привыкшая, православная, обыкновенная. Но она прислушивается. И она одному человеку здесь симпатизирует. И говорит, а почему он не читает ничего? Я говорю, а потому. Принес в канон книгу, правил показал. И выписал. И она с этим правилом пошла к нему и сказала, я за тебя ходатайствовала неправильно, тебе нельзя. Она ревнует. Она ревнует о сыне своем. Она прислала тут что-то из продуктов, даже денег мне прислала, чтобы я молился за сына ее. Ну, немножко. Но ревность-то какая. Ты ни разу этого не делала. Мне это не надо. Я просто напоминаю. Поняла? То есть вы на разном уровне стоите с ней. А она такая... Она в чистом разуме. Она ни разу не садилась никогда. А другие приходят, только хлюпнутся и там... А она не понимает. Другой раз начинает свечки. Я ей делал замещание. А она... Вот когда я фотографирую, она... Сатана! Сатана! Дальше выходим из храма. Только сатана фотографирует. Я к ней подхожу и говорю. Сестра, у нас дети малые. У тебя такой опыт. Я не стал говорить. Какой я сатана? Я человек. Нет, этого ничего нет. Это награда она. Я говорю. У тебя такой опыт. Давай я сейчас тебе мальчика подведу. А потом девочек. И ты поговори с ними о целомудрии. А я в это время снимать буду. И все. И она остановится. И дети, я уже подготовил, подходят. И снимаем напротив храма. И все снимают. Это Баба Серафима снимается. Снимается с удовольствием. К нам она приходит. Она смеется. Не как ролики поставили где-то. Баба Серафима, убери руки. Оставим память. Она приходит и сидит с нами. И беседует. Она за лето приходила несколько раз. Где... В прошлом году. Нынче. И она заботится. Я говорю. Знаешь, Галина в леске. Вот приезжала на своей машине-то. И она говорит. В таких бабах-то привозят сломанная шейка бедра. И она упала. Могла сломать. Пусть с костыльком. Да не с железным. Я ей сказал. Так она каждый раз. Ты ей привет там передай. Как она заботится. У меня три костылька. Один праздничный. Один такой. А другой сейчас и с деревянным хожу. Понятно. Между нами разговоры вам неизвестны. Ее духовное состояние выше многих. Мы с ней понимаем полслова. Когда она говорит о молитве. О молитве я имею ввиду. А где она. Я пришел однажды. Она там показывает. Называется псалтырь Богородицы. Я как разнес ее по кочкам. Это выдумка. Это подделка. Это нельзя псалтырь переделать. Это честь Богу принадлежит. Он никому не дает ее. Божьей Матери мы молимся. И на это каписто. И поэтому этот труд. Там как апокриф. Его в сверкнем никогда не принимают. А она по нему. И видимо большего ей нет. И она между нами разделение началось. А прошло время. Она первая начала на сближение. И ты не думай. Я ей потворствую и говорю. Не тут-то было. Вот она много. Когда читает молитвы. И мешает даже слушать. Говорит. Во время службы-то. Это моя работа. Но на самом деле это старости. Игнать Тихонович. А вот она. Володя. Володя. Нанял Андрея сделать им эту. Да. Я все это знаю. Семки или как это назвать. Ну веранда. Вот верандочка такая. Без двери. Работа сделана изумительно. Но она встревает сюда. Что вот он должен был у меня спросить. Да. А как? Заказчик сын. То что он верующий. Не верующий Андрей верующий. Но он пришел. Заказал. У них договоренность. Он Андрей по этой договоренности все выполнил. Но этой бабушке ей надо было еще вот то и то и то. А у Володи даже материалов нету, чтобы это сделать. И он говорит. Да успокойся. Все нормально. Ничего больше не надо. Она теперь оценила Андрея. Он недуховный. Он к старшему не обратился. Он к верующему не пошел. И вот это что? Это тоже. Ну а теперь давайте с другой стороны. Цель. Разговор ее какая? Старшая. Володя не подходит никак. До этого она говорит. У нее телевизор стоял рядом. Мешал. То другое. Теперь перенес в другую комнату. Но она думает о том. Как привлечь его к Богу? Она ни разу в церкви не была. Прекрасный человек. Безотказный. Ни разу в церковь не ступил. Это что? Ну теперь он умрет сегодня. Даша, кого мы будем судить? И вы увидите его не в том месте, где хотелось бы. А как он неверующий в Сына Божия представляет его лживым? Неверующий в Бога. Он не говорит этого. Я ей говорю, что вот там-то было. Вот мы шкурили. Когда он пришел. Я долго искал, когда ему сказать это. И в одном месте. А даже я ей сказал, там задержали. И он какие слова говорил-то? Она согласилась. Ну, а все думают, мы такие верующие. Ничего нету. Подход. Вы смотрите очень поверхностно. Андрей там был. Да, Андрей ни в чем не виноват. Но Володя мог с ней поговорить? Поговорить. И дальше они с ней не поговорили. А я бы отложил свой рубаночек. И сказал, ну-ка, володи сюда, баба. Вот так. Почему вы с ней не посоветовали? Селек старший. Она говорит правильно. Но в данном случае это, баба, ты сама говорила, 20 октября умрешь в этом году. А дальше-то веранду-то ему жить. И окна ему. Вот она на окна стала говорить. Зачем это надо? А я пришел. Пришел с ней поговорил. И она, ну, наверное, так и надо. Сразу отошла. Вы чего гнете-то на свой край не побеседовать с человеком-то? У меня не было ни разу, чтобы я пришел к ней. И бесполезно было это делать. Я привел Виталия. Она как расчехвастила его по всем статьям. А он поблагодарил. Сейчас Виталий говорит, а что мне сказали? У меня сейчас все это идет как раз. Вы это знали, что будет так? Я благодарю Бога. И с бабой Серафимой можно разговаривать. А она не так. И что вы хотели? Всю жизнь прожила в этом. А она просмотно считает, это главное, это половички где-то. Ты на этом ее и поймай. Бывает человек, ну, незначительное что-то. И это бывает зацепочка, от которой можно потянуть все остальное. А у вас как-то нет. А я вот так вот. Это чисто по-старобрячески. Дундуки. Опять старобряц. По-старобрячески. У них подхода никакого нет. Юмора нету, никакого нету. Совершенно нету. Они не могут разрулить. У них мстительность, злопомнение. 300 лет Никона нету, они как будто сегодня с ним разговаривают. Это пишет Песков. Там был, когда Карп Осипа и Шлыков говорит. Он разговаривает о Алексея Михайловича. Царя. Резко расколкано. Как будто он за стенкой живет. Они никого еще не прощают никогда. Между собой они непрерывно. Там, которые потеряют. И сих роднями у них нету, нет там мира. А ходят в одну церковь. Это народ на этом воспитывается. Они не могут разрулить ни одной обстановки. Никогда. Ну, вы согласны, что всех под одну гребелку стричь нельзя? У них это свирепость. Еще раз говорю. Заметь. В Алтайской правде, я сейчас даже покажу тебе это дело. Вот смотри. Ну и у меня, вот. Алтайская правда. 19 февраля 2005 года, страница 3. Заголовок. Голубь никогда не живет у злых людей. А дальше, на развороте страница и другой заголовок. Голубь птица мирная, поэтому он никогда не живет у злого человека. Я Валю подозвал, говорю, Валя, давай, посмотри, статья газета, там с голубями. Ты у старобрядцев видела голубей? Она говорит, нет. Она говорит, когда строили, и бывало, залетали, так старухи камнями кидали в голубей. Я говорю, поищи. Она два года, наверное, искала, наконец нашла. В Красноярске один голубь держит старобрядец. Я говорю, поди, пришел ты с голубями. Ну да. А это не природный. Природный держать не будет. Почему? Самое свирепое общество. Их ни с какими сектантами нельзя сравнивать. У них только на кулаке и проще. Вот у меня старобрядцы присылали детей. Их отец умер, куц. Я знаю. Да, там, Рома. Я помню, помню. Помню. Мальчика не помню. Мальчики, хорошие мальчики. Ну и они в храме, и в это время сидят с этой стороны скобейкой там на крыце. Там ничего нельзя сказать. Старобрядцы увидели. О, ни конья, ни как ненавидят старобрядцев. Даже наших детей в храм не пускают. Ты никогда не додумаешься, что они могут сказать. У них вообще нет юмора никакого. Они этого не понимают. Вот начнешь что-то рассказывать, такое интересное. Ну, они не могут сказать. Ну, я не могу сказать о вашей сестре, что у нее нет юмора. По порядку давай. Это моя сестра, во-первых. Дальше она с детства, все время это все среди нас было. Они обтертые, пообмякли. У них ничего этого уже нет. У них сейчас и дети такие же. Да. Ну, где у них злоба? Где вот это вот все? Но они понимают, что все это получили. Где? Я к ним приезжал. Были беседы. Вот старобрядцы собрались у Устиновых. Я им говорю, вот они старобрядцы такой. Вот в течение полчаса я вам докажу, что вы не старобрядцы. Да ты докажешь, может, что мы не русские? Я и это могу доказать. А почему? Да потому что вы не знаете старобрядчица. Давай, на чем она основана? У вас этого нету. Теперь вспоминаем. Это у вас есть ревность? Этого нету. Слово Божие не изучаете, не знаете. А об этом-то речь на главной идет. Первый стал Андрей Долгов там. Такой крепкий. Я сознаю, мы не настоящие старобрядцы. Только называемся. А остальные сразу согласились. Я говорю, я вам доказал. И при этом очень просто. Свирепость. Мы не можем договориться рядом, который живет там. У тебя, говорит, через дорогу. Я услышал, что на операции. Я пришел попросить прощения. Мало ли еще между нами было-то. Он даже не слышит. Я говорю, я слышал такое. Давай, я уезжаю. Ну, прости меня. Ему это не надо. Он начинает. Там когда-то где-то кто-то сказал. И теперь это. Я не за это пришел. Я пошел домой. Нет, он еще тогда в дорогу мне. Он не может из этого выйти. Вот сюда пришел. Одно письмо я получил. Вы, небось, мое не опубликуете. Я все опубликовал. Вовсе не прочитал. Прочитал. Он у меня там костерит, почем свет стоит. Теперь он пишет еще больше. А у меня нету. Время и надо же слушать. И он сидит здесь. Вот когда я привез письмо. Уже было. Не отвечаю. Я ничего не отвечаю. Он сидит, тут разговаривает. Я не отвечаю. Он уснуть не может. Перелез через забор. Когда закрыто было. Он письмо написал к родным детям или где. И не может уснуть. Да вы не понимаете, что такое. И он никак. Пошел к Надежде Васильевне. И ей не дал уснуть, пока не прочитал письмо. Тогда спокойно уснул. Это одержимость бесовская. Это зависимость. Хуже наркотика. И тогда что-то изменилось. Ему нет. Ему надо прочитать. Ему уже заряд получил где-то. И все. А вы меня тогда не прочитали. Теперь ему это заноза. Черные мозги. А вы меня тогда не выслушали. Ну письмо уже до этого было. Я его опубликовал. А где опубликовали? Там его не видно нигде. Там где и есть. Мне поставили специалисты. То есть ему надо. Когда строил дом. Я говорю. Поехали на благовестие. Дом построил тогда. Построил. Поехал. Не поехал. Ну напиши, как ты к Богу обратился-то. Дом построил, напиши. Написал. Не написал. Там не было ничего этого. Нет. И вы как будто слепые не видите. Я все это забываю. И говорю жене. Наконец-то он потише сказал. Ой, что ты там все говори-то. Ой, о чем мне разговаривали? Они на меня выйдут. Почему? Сатана подкинул кусок. Тему. И все. Отвергнись в себя. И при том и ко мне претензий не имеют. А я сказал, что у тебя это есть беснование. Я это узнал. Я просил на молитве. И вошло во время причастия в тебя. Я ему высказал. Он не может от этого отойти. Мирные, хорошие отношения. И потом раз приходит. И вспоминает там 15 лет назад. Я сказал. Ну сказал. Ну простили прощение. Прощенное воскресенье. Успокойся. Он не может. Его трясет. А это труженик. Нормальный семьянин. Хороший. Но там все время сидит хозяин. Уверющий быть этого не может. У него. Вот мы разговариваем с Сергеем парализованным. И сейчас один зашел. Ах, какой ролик. Как у вас лица светятся. Особенно у вас. Вы когда говорите. Улыбка с лица не сходит. Здесь этого нет. Здесь напряг полный. Поняла? Это не просто так. Голуби у злого человека не водятся. Вот оно. Смотри. Это заголовок из статьи. 19 февраля 5 года. Страница 3. Я знаю. Самые злобные люди. Это старобрядцы. И поэтому. Сестре дал. Узнаю где. Нигде нет. Никто не держит голубей. Только птицы. Они могут свинью держать. Там все. Но голубя не держат. Голубь оказался определителем. Я этого не знал. Это Наталья Сохарева написала. А какая выгода с голубя? Никакой. Вот и все. А все. Но, однако, вот рядом живут. Какая выгода? Сейчас лозунг дали в Барнауле. В каждом дворе что была голубятня? Голубь мира. Голубь мира. Вот почему. Она самая глупая птица. Вот ты слышал мой ролик, кто тебя написал о голубях-то? Не слышала? Еще раз отвлеку. Вот заметь, я в мировой зайду не на свой канал, а на... вот сюда, в YouTube. Просто в YouTube. Вот она открывает. Сейчас. А теперь я заряжу. Голубь-голубка. Голубь-голубка. Обнимает. Песня. Нет, это не то. Голубь-голубка. Это я уберу. Детство люблю вас. Есть или нет? Вот она. Вот она. Голубь-голубка. Я с детства люблю вас. Вот смотри. Голубь-голубка. По Библии, по житиям святых. Это мировой сети. Птицы есть разные, чудно прекрасны. Сокол, павлеи, журавли. С кличка орла люди смелые, классные. Улим болотный сидит на мели. Ласточкой девушку мидую кличут. Курицу вовсе за птицу не чтут. Коршун, стервятник, стервозных обличья. Совы бесшумны, у дядла жесток. Голубь-голубка. Я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны. Разное все, кто как к пище стремится. Пенье, полет, крепость жилистых ног. Но для себя лишь одну голубицу. Церковь невесту избрал себе Бог. Голос голубки и стоны рабыни Равно к Творцу вопиют. Кротости нашей отнюдь не гордыне В ранах Христовых приют. В ранах Христовых приют. Голубь-голубка. Я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом Об этом особой строкой. Голуби глупы, как овцы в загоне. За место, за пищу дерутся всегда. Горлиц-голубку несли по закону. Жертву за грех или если беда. Крылья молитвы блестят серебром. Золотом перья искрятся. Голуби мира с веткой добром В новый ковчег возвратятся. Голубь-голубка. Я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клювом Об этом особой строкой. И места писания сбоку. С тоном тоскующим из эмиграции Голуби сны стрепенутся. В небе лишь белые, в небе нет красных Перед престолом Иисуса. Души святые, голубкою нежно В небо уходят покинувши нас. Духа святого, виденье все реже Голубь напомнит не раз. Голубь-голубка. Я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клюва Об этом особой строкой. Голубь-голубка, я с детства люблю вас. Пользы от вас никакой. Вы беззащитны, не клюните клюва Об этом особой строкой. Никакой пользы. А цветы твои растут для чего? Какая польза? Красота. Красота. Вот у меня голуби здесь, и там две голубятни. И вот коробки живут всю зиму. Ну, отсюда вывод делай. Поэтому на многое, на что я реагировал бы без голубей, только так. У злого человека голубей не будет. Я на практике убедился. Нет, никак. Поэтому ищите в другом месте злых людей. Ты слышал, как я обратился к голубям-то? Вот. Пятилетие увидел я, и я замер. И меня не могут с места сдвинуть. Почему? А это уже дано было. Я всю жизнь прожил с ними. Там оставил сейчас. Просил. Ну, пожалуйста, как. Ты приехала. Это чудно, дивно. Теперь будем сейчас молиться, благодарить Бога. Первая молитва. Ступень просительная. Вторая благодарение. И третье словословие. Так, насчет ролика. Слушаю. Ставьте. Ставьте. Так, ты, Люба, ты пойми только, у меня опыт больше твой. Нет ничего, чтобы Библию не открыть. Библия ничего нигде не скрывает. И нам подражать только этому надо. А он сказал, это все уже через день-два нету. А уж через год никто не помнит где-то. А мы на поводу у кого-то пошли. Я это сделал только ради тебя. Ради тебя. Притом я тебе сказал, сейчас уберу. И сразу убрал. Ничего. Из архива запросим, поставят. У нас ничего с тобой никогда не было, да и не будет. Нам нечего делить. Любовь. Я тебе сказал, на что обратить внимание. На два пункта. Рождение свыше. Это рожденное свыше этого не делает. И водительство Духом Святым. Ты бы сразу на молитве узнала. Кто-то подыгрывает. Тебе упрекает где-то. Это только делов. Да-ка там, там, это Даша там сказала, Вера. Там муж ее сказал. Это все неверующие люди. Они говорят по-мирски, и мир слушает их. Я избрал вас из мира. Меня слушали, будут слушать вас. Меня гнали, будут гнать и вас. Господь сказал это. Они говорят по-мирски. И поэтому Иоанн Заватауз говорит, мнение неверующего человека, это писк комара, жужжание жука и карканье вороны. А что это мне вороны каркают каждый день? Никакого. Если бы это увидело, не по писанию было, там, даже, я не знаю, что такое, чтобы я сказал. Никак. Вот выставляют которые ролики, тут столько на меня, там, ну, все это, местное. Сейчас Саша Духа, там, в прошлое воскресенье, там, поставил, там, такое, там, и Ваалы, и Ян Эрон, и прочее. А ему рта раскрыть не надо, развратник, чужие семья разрушают. И под его роликом, и вот, вот, кто-то там... Сразу комментарий. И тут же его подан, одобряют так. Ну и что? Я усилил молитву о них. Больше ничего нету. Почему? Враг голоден, накорми его. Он голоден, голоден, у него нет молитвы. Ничего нету, ни в храм не ходит никто, и все. Он пошел, тот, баптистом, и там выгнали, он говорит, тут хватает, а то вас-то за это выгнали, да? Ну, мне-то звонят они, знают. За нами ничего не числится. Вот Игорь пришел, вот она, улыбка его. Новости из Потерявки, Игорь Барабаш. Вот он все. Всем друг, все у него хорошо. Бог нас любит. Так, прости меня, Христа, ради все, мастер, что имеешь. Бог, прости. Да благослови тебя, Господь. Давай поможем здесь. Меня простите. Мы только поблагодарим Бога, если ты торопишься или что. Не, ну я же пришла специально успокоиться. Специально. Что ж тем перед мне торопиться. Давай тогда полностью помолим, как один раз. Так, подожди-ка. Далеко не отходи, ты там закрылась сейчас так вот так вот. Господи, слава Тебе. Царю небесный, утешите ли души истинные, и живи с детства, и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очистины от всяких скверных, и спаси блаже души наши. Я выключу здесь минуточку, сейчас подожди. Я получу здесь минуточку. Продолжение следует...